Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет видео покупочка лошади второго поколения английско-чистокровной породы. Да, это видео будет неким откатом в прошлые 2017-е, мои 18-е года, когда я прошла в ССУ и был рассвет вторых поколений. Так что сегодня я хочу немножко вспомнить, каково это было, как вообще было приятно тогда покупать лошадей вторых поколений. Ну, в общем, просто хочу сделать немножечко назад прыжок в прошлое. Так что, если вы тоже любите тематику вторых поколений и ностальгируете по тем временам, то устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Сейчас далеко ездить не надо. Все лошади вторых поколений были перемещены на ферму Марли, недалеко от фермы Стива, и мы направляемся именно туда. Специально для этого видео я переоделась максимально в свою любимую старую одежду. Это вот эти кожаные штаны, кофты, шапочки, черные перчатки, сапоги. Правда, я забыла еще переодеть. Но если не приглядываться, то с первого раза и не поймешь, что они новые. Также даже сумку с питомцем взяла на лошадку. И вот сейчас я даже еду на своем Араби, на Медном Вихре, и я думаю, боже, как это было круто, что я застала те времена, и что мне есть о чем вспомнить. А для кого-то такими временами когда-нибудь станут времена третьих поколений. Так, мы приехали на рынок Фердинанда. Есть большой соблазн скупить всех толстоящих лошадей, но я сегодня буду скромной. Я куплю только одну лошадь, которую очень хочу давно купить, но все никак не доходили мне до нее руки. Значит, у нас есть рыженький, гречку, вороной. Вороного никогда не хотела, поэтому вот такой вот розовоносый, светло-серый, бурый и серый. Серый и вот такой вот караковый, по-моему, да, у меня есть. А вот эта шоколадная прелесть у меня все никак не найдет прибежища в конюшне. Ой, я сама не верю, что сейчас мы будем его покупать. Итак, английская чистокровная второго поколения. Характеристики. Сила 1, дисциплина 2, скорость выносливость по нулям, гибкость 3. Ограничения. Все лошади на ярмарке, по-моему, доступны с первого уровня, репутация не требуется. Что по прическам? Раньше я любила англичанам делать либо шишки, в редких случаях, либо делать им стриженую корешку, потому что за счет обычной прически, мне кажется, у них взгляд такой немножечко глупенький, но в хорошем смысле. Или еще реже могла сделать длинный. Но сейчас меня вполне устраивает его нынешняя прическа, то есть натуральная, с которой он продается. И, ой, прям очень нравится. Да, анимация старая, моделька старая, но, боже, какие ностальгические воспоминания она у меня вызывает. Прям очень такие теплые, ласковые. Тем более, что английская частаковная была одной из моих первых лошадей. Не первая. Я, если честно, не уверена точно, какая по счету, но мне кажется, либо вторая, либо третья. Итак, 425 старкоинцев настраиваем. Это будет взрослый жеребец и назовем его шоколадный дружок. Так, шоколадный дружок. Ну, тут все очень просто, с именами, чисто такая вот тепленькая ностальгия. Я две недели думала над тем покупать, записывать ли вам покупку или нет. Потому что сейчас уже осталось, по-моему, мало людей, которые еще испытывают такие нежные чувства ко вторым поколениям. Но я надеюсь, что на этом канале такие люди есть. Итак, английская частокровная, взрослый жеребец, шоколадный дружок. Покупаем. Ой, зимой, привет. Какой ты милый, какой ты нежно-шоколадный. Так, конечно же, мы отправляем его в конюшню. И едем смотреть, как он там обосновался. Так, нет, даже все, сегодня мы больше здесь никого не покупаем. Итак, вот мы зашли обратно в конюшню. Майя уже вовсю спит именно у нового коня. Ладно, не будем ее будить. Просто идем посмотрим на нашего нового дружочка. Привет, мой хороший. Это прям какие-то очень теплые эмоции, ощущения. И прям такие воспоминания сразу на тебя нахлынувают о том, как ты когда-то покупал уже таких лошадей, когда они были самыми спортивными, самыми популярными. И это прям, да. Это и грустно, и мило, и нежно. И все сразу. Ой, а мне нравится. Мне прям очень сильно нравится. Какой он шоколадный. Нет, он даже карамельный. Раньше мне казалось он более темненьким. А сейчас я понимаю, что он больше карамельный. Это очень непонятно. Ладно. Так, амуниции у меня не так много, которые бы подходили на второе поколение. Так, точнее, много, но вариации ограничены. Ну, давайте просто возьмем черное губернаторское седло. Я, кстати, купила его только недавно. До этого у меня его не было. Возьмем какие-нибудь темные нагавки. Какие бы только выбрать из тех времен далеких. Где-то вот тут, по-моему, должны быть. Нет? Или я их на кого-то надела? Так и не поймешь, и не разглядишь вообще, где это что. Ну, давайте возьмем нагавки, может быть, сумеречного ворона. Они, в принципе, на него надеваются. Так, вальтрапы. Мы идем смотреть, конечно же, старенькие вальтрапы. Так, давай мы возьмем... Да, я не знаю, какой взять этот подходит. Просто черный неинтересно, наверное. Давайте вот этот черный с галочкой. Нагавки тогда сразу переоденем под этот комплект. Они вроде бы от него. И уздечка у меня где? Вот уздечки. Теперь мы возьмем матовую губернаторскую уздечку. Конечно же, вот эти вот седла и эти уздечки были самыми лучшими когда-то. Так, и шлем. Нужен какой-нибудь старенький шлемочок. Черненький, но при этом старенький. Что подойдет? Черный осенний шлем. А, нет, нет, нет. Мне кажется, надо взять не его, а мой любимый другой шлем. Только я не помню, где он. Я его потеряла, кажется, в своих сумках. Так, тут нет. А, вот он. Я просто его не увидела. Вот он, этот шлем. Да, и вот это уже смотаться. И сумочку с питомцем для полного комплекта. Хотя, раньше я очень редко носила питомцев. Сейчас все-таки это, я считаю, прям... Тогда это было модно. Тогда это было круто. И из питомцев того времени, именно не на лошадях, у меня сейчас есть... Ну, давайте возьмем вот этого котика, наверное. Или мишку. Нет, давайте котика. Или белочку. Нет, котика. Черного котика. Вот так вот мы смотримся. И если убрать третье поколение с горизонта, то смотрится это все очень даже ничего. Очень даже хорошо. Вы представляете, сделать какое-нибудь такое себе испытание? К примеру, целый месяц кататься только на вторых поколениях. Я, как ютубер по ССО, не смогу это испытание пройти, потому что нужно будет записывать, разумеется, покупку лошадей, обзор. Или просто ради каких-то моментов. Всегда нужно будет пересаживаться на новых поколений. Ну, а тут... Еще и никого нету на ферме Стива. Вообще пусто. Но нет, ферма Стива уже не та, что была раньше. А вот Морланд более-менее похож на тот самый старый Морланд. Может быть, лучше продолжим там? Да, вот здесь это хотя бы как-то более-менее похоже на старый добрый Морланд. Ну, и мне нравится. Я прям очень в большом восторге. Если кто-то скажет, что это мозолит глаза, режет глаз, то вам-то пусть он режет. А мне лично это очень приятно смотреть на эти старые анимации. Правда, вот котик все-таки поломанный какой-то, но не лошадки. И так как это все-таки покупочка, давайте немножечко обзор на анимацию. Значит, вот так вот мы стоим. Шагаем. Рыси. Ну, кстати, я смотрю и понимаю, что Рыси-то у них в принципе ничего так симпатичное. Даже наравне с новыми модельками. И, по-моему, Рыси у третьего поколения, английской чистокровной, мне нравится меньше, чем у второй. Манежный. Голоб. И карьер. Остановка. Остановка. Давайте еще раз. С более медленного. Остановка. А, нет. С манежного ты на дыбы переходишь. Стой. Да, вот откидывается он всегда странно. Дыбы. Осаживание. Мне нравится, как он смотрит назад, поворачивая голову. Это очень классно. То есть он смотрит, куда он идет назад. Ну, и, по-моему, все. Никаких специальных анимаций тогда у таких лошадей и в помине не было. Так что это все особенности данной лошадки. Я очень-очень рада, что я его купила. Буду его прокачивать. Жалко, что сейчас на соревнования, наверное, вторые поколения не возьмешь. Хотя нигде я не видела почти приписки, что есть ограничения по поколениям. Есть только название породы. Но не ее версия. Так что, может быть, где-нибудь схитрить и приехать как-нибудь на соревнования вторым поколением? Ну, возможно, я просто шучу. Хотя, кто знает. Ну, а на этом все. Видео подошло к концу и пора с вами прощаться. Спасибо большое, что посмотрели данную покупочку. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вы относитесь ко вторым поколениям. Если вы их любите, то расскажите о своей любимой лошадке второго поколения. Или, может быть, это тоже англичанин? Кто знает. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Божечки, вы бы знали, как я хочу сейчас чуть ли не плакать от того, как у меня в голове все вокруг выглядит на самом деле старым ССО. Не нынешним. Пойду, наверное, пересматривать старые видосики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...